Районные больницы на Камчатке переходят на обычный режим работы. Распоряжением главы региона Владимиром Солодовым медицинские учреждения постепенно приступают к плановому лечению пациентов. Переход на плановый режим будет осуществляться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом отдельном районе. Кроме того, во всех медицинских учреждениях будет обеспечена противоэпидемическая безопасность по недопущению распространения инфекции. Тем временем, дневные стационары пока работать не будут. Оказание плановой стационарной специализированной медицинской помощи уже идет в Камчатской гериатрической и детской больницах. На очереди Краевая больница и Елизовская центральная районная больница. Ориентировочно с 25 августа на плановый режим работы перейдут поликлиники в Петропавловске, Вилючинске и Елизове. В третьей декаде августа должны заработать стоматологические поликлиники. На оперативном совещании глава региона Владимир Солодов дал поручение Министерству здравоохранения Камчатского края доработать в преддверии перехода поликлиник на плановую работу систему записи к врачам по телефону. «Не проходит ни одной встречи в населенных пунктах, чтобы мне не пожаловались на то, как сложно попасть к врачу, как много времени на это уходит, как трудно приехать в поликлинику, чтобы взять талончик, приходится ехать обратно и так далее и тому подобное. Ну, если уж система у нас есть, совсем несложно дальше доработать интерфейс, чтобы можно было через телефонный звонок обеспечить запись к врачу через идентификацию. Это все несложно делается и установку персональных данных. Я прошу, Леонид Николаевич, вот этот сегмент следующий в кратчайшие сроки проработать, потому что именно он даст возможность всеми преимуществами этой системы воспользоваться уже людям. А то, что сделано, это хорошо, правильно, и будем это усиливать работу и двигаться дальше по ее уже полномасштабному функционированию». Глава региона также отметил, что 25 августа – контрольный срок, когда система должна заработать в полном объеме.